Утром в подъезде объявление, желающий приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм, просьба сдать вечером тысячу на оформление купчей. Вечером пришли все, деньги сдали, спрашиваем, где золото? Нам говорят, кто ж его знает? Мы говорим, не, не знаете, ищите. Говорят, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Мы их час подождали. Потом милицию вызвали, милиция приехала, вообще в своем уме, это же жулики. И тут как солнце из-за туч прояснило сразу, жулики, вот оно что, обокрали, обманули нас. На следующий день в подъезде объявление, всевидящее, мать девственница Серна Львовна Трифовая за 500 рублей скажет, как за час заработать миллион. Ну, все ученые уже, аферистка, дураков ищет. Ну, вечером пришли. На счет миллиона. Выходит, Серна, всевидящее. Один глаз подбит, другого нет. И видно, что она дней пять без продыха, без просоха и без закуса. Ну, то есть совсем она никакая. Деньги еле-еле берет и кладет мимо лифчика. И ни слова никому. Молча собрала все деньги и ушла. Мы через час милицию вызвали. Милиция приехала, вообще, в своем уме. Это же известная аферистка. Тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу, аферистка, вот оно что. Обокрали, обманули нас. Урок нам на всю жизнь. На следующий день в подъезде объявление. Для тех, кого всю жизнь обманывали. В 22.00 в бане состоится оргия. Будут проститутки. Билеты по 100 рублей пенсионерам скидка. Тут уж все стали кричать. За кого они нас принимают. А Татьяна Павловна из 37-й квартиры к каждому подходила и говорила, вот что хотите со мной делать. Я ни за что не пойду. Вот что хотите. В 22.00. Думаю, ну неужели после всего это кто-то с наших клюнет. Подхожу к бане, темно. Я здесь светлее, ближе к кассе, опять темно. Купил билет, пошел в предбанник. Там темнее темного, никого нет. Через полчаса свет вдруг вспыхнул. Оказалось, все наоборот. В кассе никого нет. Здесь все наши. И стали мы смеяться над собой горьким смехом. Хороший урок нам, дуракам. Пошли в подъезд, там объявление. Возьму в долг 5 рублей, вечером верну 50 тысяч. Падлой буду Абдула. Вот интересно. Вернет мне деньги Абдула? Или? Я в брошенной машине ночевал. В Запорожце. Машина брошенная, наверняка там ни руля, ни колес. Секретки тоже нету. И ночью вижу, иномарка несется. Джип-чероки. А я в Запорожце, метров 100 от дороги, в Канаве, стою на месте, потому что педали газа тоже нету. Не, я почему так подробно рассказываю? В результате произошло дорожное транспортное происшествие. Не, ну водитель на джипе был выпивший. До меня еще километр оставался, от него уже не сло. И вот, значит, я в Запорожце, метров 100 от дороги, в Канаве, стою на месте, трезвый, джип несется по дороге, там еще ограждения были, он бы до меня никогда не доехал, но водитель на джипе был сильно выпивший, и он бьет меня в зад. Вот такое дорожное транспортное происшествие. У них с автомобилем ничего, у запорожца помят бампер. Они выходят из машины, я меньше каждого раза в три, их четыре человека, водитель самый трезвый, и они сразу, что ж ты, сука? Я извиняюсь. А что ж ты это, такой-сякой? Больше тебе машину негде было поставить? Гони 40 тысяч долларов. Я говорю, у меня нету. Она говорит, у нас это не... Синяя не волнует. Продай виллу. Я говорю, у меня нету. Говорит, имение. Я говорю, у меня нету. Говорит, коттедж. Я говорю, у меня нету. Говорит, ну, тогда мы твоих детей. Я говорю, у меня нету. Говорит, ну, тогда мы твою жену. Я говорю, у меня нету. Ну, они отвернулись, что-то разговаривают между собой. А я сзади все слышал. Ну, дословно я вам не могу передать, я вам только смысл передам. Один говорит, господа, не, ну я только смысл. Убить его и ничего не взять нельзя. Таким образом мы потеряем себя, это самое страшное, что может случиться с человеком. Другой говорит, послушайте, пожалуйста, меня. Не, ну я только смысл. Видит Бог. Надо купить ему машину. Дать денег, дачу, квартиру, после чего он на своей машине врежется в нас. После чего мы все отнимем и убьем. И таким образом, господа, сохраним себя и вновь обретем смысл жизни на этой голубой планете. Потом самые интеллигентные из них поворачиваются ко мне и говорят, братан, базара нет. И вот это все излагает. И на следующий день они мне все сделали. Машину, квартиру, дачу, денег дали. Договорились, что ровно в три часа на 25-м километре Симферопольского шоссе я на своей машине догоняю их и бью не сильно взад. Я на следующий день искупался, побрился, надел все чистое, похоронить они тоже обещали быстро. И ровно в три часа на 25-м километре Симферопольского шоссе, прежде чем я догнал их, они догнали какой-то Мерседес. Оттуда их не останавливались из гранатомета и все. Теперь у меня машина, дача, квартира, денег куча. Бросать жалко, а убить меня уже есть за что. Такая вот беда со мной приключилась. Отец, когда женился, сказал, сынок, хочешь жить хорошо, живи. Главное, берегись денег. От них все несчастья. Я сначала хотел прожить вообще без денег. Не получилось. И вот в пятницу, 13-й числа, Галька, жена моя, пошла работать. Гардировщица в библиотеку. Денег сразу куда девать? Я говорю, Галька, зараза, трать их быстрее, не то пропадем мы с тобой. И вот она молодец. За три дня до получки у нее ни копейки, ни полкопейки. Все спустила. И сама ладно, и хозяйка хорошая. Все хорошо, одно плохо. Как чего не надо, так оно прет. Ну, прут и прут деньги со всех сторон. То я получку получу, то она. И вот это пятница, 13-е число, Галька прибегает с работы, говорит, горе нам. Начальство обещало резко повысить оклады. Не ждали мы беды с этой стороны. Не ждали. Я говорю, Галя, что делать? Выхода нет. Молись Богу, чтобы не прибавили. И вот она молодец. Один раз помолилась. Вот, год прошел, второй. Ни копейки не прибавили. Тут же опять пятница, 13-е число. Галька вбегает, лицо перекушенное, говорит, о, только что в новостях передали. Открыты новые месторождения нефти. Значит, бензин подешевеет сегодня, продукты завтра, послезавтра. Ложись под деньгами и помирай. Я говорю, Галя, дешевеет в развитых странах. А мы очень развиты. Не подешевело. Ни продукты, ни бензин. А? Подорожало чуть-чуть. Ну, нам куда? И вот пятница, 13-е число. Галька начала рожать. Вот, вот, явится на свет материнский капитал. Ну, куда нам столько? А, ну, я стою рядом с Галей, гоню прочь эту мысль. Прочь. И вот в 19-30 родила первого. Передохнула чуть-чуть. В 20-32. Ну, у меня ноги подкосились. Это же удвоится капитал. Ну, куда нам столько? Ну, врачи подхватили меня, посадили рядом с Галей. В такое же кресло. Галя говорит. Ой, прости меня. Не знаю, откуда вторую. Ну, я успокаиваю ее, как могу. А вот здесь, под сердцем, это предчувствие какое-то. Вот, пустота какая-то. Еще глянул на часы. Ровно 21-30. Секунда в секунду. На мои глаза. Третий. Папа, папа. А что папа? Папа уже не человек. Миллионер. И тут по радио передают. Будет налог на роскошь. Галька на радостях забыла родить четвертого. И вот так вот жизнь идет. Светлая полоса, черная. Светлая, черная. И тут. Пятница, 13 число. Галька говорит. Да ну к черту эти деньги. Одних, одни несчастья. Давай, бросим работу. Купим 6 соток земли. И дети целый день на воздухе. И продукты свои не порченные. Давай, расслабимся в жизни хоть один раз. Я говорю, галя. Где гарантия? Начнем копать картошку. А там клад. Или соседи через забор подкинут бриллианты. Нам в этой жизни расслабляться нельзя. Ну вот. Ну сейчас вроде ничего. А? Ну вроде хорошо все. Денег нету совсем. Ну скоро же опять пятница. 13 число. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...